Приветствуем вас, давайте будем разбираться с вами сейчас в том, что произошло у вас. Значит, вас зовут Виталий, вам 27 лет, супруге 25 лет, живем с женой уже почти 5 лет. Ну вот, смотрите, значит, вам было, получается, 22 года, когда вы женились, ей было, соответственно, 20 лет, когда вы создавали семью. И отсюда возникает вопрос. Ну, на мой взгляд, вполне себе логичный вопрос, который заключается в том, чем продиктована такая, ну, будем говорить прямо, да, спешка. М-м-м, а значит, а спешка, м-м-м, в создании семьи. Вот. То есть, куда, грубо говоря, вы спешите? С какой целью, грубо говоря, вы спешили создавать союз со своей женой? И так далее. Боялись ли вы, быть может, чего-то? Ага. Или, может быть, боялись её потерять? Или ещё что-то такое может быть. Понимаете? То есть, вот, то, что вы довольно-таки рано, как бы, создали семью, да, ну, соответственно, в 20 и 25 лет. Это уже, как минимум, один момент. Я понимаю, что вы летали на крыльях любви, но что-то мне подсказывает, что на тот момент, на момент, когда вы летали на крыльях любви, вы знали друг друга не так уж и много, не так уж и долго. Чтобы, ну, с уверенностью сказать, что вы нашли друг друга. Дальше. Дальше. Живём в двухкомнатной квартире с матерью и супруги, которая после двух лет нашего брака стала всячески населять на жену. Так, ну, интересно, что про маму, про такой весьма важный фактор, да, вы упоминаете всего один раз, то есть, ну вот, всего один раз вы говорите об этом. И, в общем-то, больше о маме вы не вспоминаете, что довольно показательно, потому что мама, это очень важный аспект, о ней вы почти не говорите. И это вызывает, опять же, соответствующие вопросы. Почему? Вот. Ну, например. Например. Как получилось так, что вы стали жить с мамой и жены? Понимаете ли вы, что жена, например, да, не может чувствовать себя женщиной с мамой? Потому что, ну, довольно сложно двух хозяек поместить, да, в одной, значит, кухне, вот, ну или что-то в этом роде. Тем не менее, тем не менее, вы это сделали, вот, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы сделали это специально как-то, как-то, или что-то вроде того. Но, тем не менее, на мой взгляд, это важный момент. То есть, как вы допустили, что ваша жизнь протекала с мамой? С мамой и жены. Ну, вот. Следующий, на мой взгляд, опять же, важный момент заключается в том, чтобы определить, постараться определить, значит, какие у вас отношения с мамой. Ну, с мамой и жены. То есть, хорошие или плохие, или, вот. Соответственно, если хорошие, то как к этому относится и относилась жена? Да. Если плохие, то, в принципе, тот же самый вопрос можно задать. Да? Вот. То есть, только здесь в том, чтобы увидеть, какие отношения у вас со свекровью сложились. Это важно. Это очень важно. Это очень важно. Дальше идём. Значит, эм, значит, она стала наседать на жену по поводу уборки и всего такого прочего. Опять же, это, конечно, очень плохо, что она наседает на жену. Вот. Но, нужно понимать, что это, в общем-то, мама и что она такая вот. Её изменить у вас, ну, как минимум, не получится, потому что сама мама. Но! Но! Вопрос, опять же, заключается в другом. Я думаю, что вы ничего не сделали для того, чтобы мама перестала на жену наседать. То есть, ну, можно было подумать, например, о раздельном проживании. Да? Допустим. А, может, можно было, там, о съёмной квартире, например. Подумать. И так далее. И так далее. Но и этого вы не сделали. То есть, насколько вас, опять-таки, волнует благосостояние семьи вашей супруги. Насколько вы беспокоитесь о ней, насколько вы переживаете о ней и так далее. Тут тоже вопрос. То есть, да, я понимаю, что подарки, я понимаю, что вы делаете для неё какие-то вещи. Не говорю, что не делаете. Не говорю, что не делаете. Но, тем не менее, тут точно может быть, что ваша жена, она ждёт, она хочет, чтобы вы делали какие-то вещи, ну, знаете, более глобальные, так скажем. Вот, именно, более глобальные вещи, хочет, чтобы вы делали ваша жена. Вот, более глобальные вещи, это, это, вот, именно, 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 вот, значит, может быть, защита перед матерью, да. И, может быть, переезд в отдельное жильё. Ну, пока, это, вот, самые такие, явные моменты, на которые можно обратить внимание. Значит, дальше. Стало наседать на жену по поводу уборки и тому подобного. В общем, вот, опять же, два года, да, она не наседала. А теперь, чё-то спустя два года резко взяла и начала наседать. Согласитесь, это страшно. То есть, если начала наседать, значит, за этим кроется причина. И судя по тому, что вы не, ну, не описываете и не рассказываете о том, что это за причина, вы их не знаете, вероятно. А если вы их не знаете, то, соответственно, не можете адекватно реагировать на эти вещи. Понимаете, какая история. Поэтому, поэтому, я и задаю вам эти вопросы, да. Именно поэтому я задаю вам эти вопросы, потому что это важно. Потому что важно, чтобы вы увидели вот эти моменты пока что. Пока что. Понимаете? То есть, я не знаю, что у вас там происходило и происходит сейчас. Не знаю, но исходя из того, что вы написали, вот это очень важный момент. Дальше. Значит, первая девочка четыре года. То есть, есть двое детей. А второй мальчик один год пять месяцев. Ну, опять же, вот вы можете здесь посмотреть на своих детей, да, и в зависимости от того, как дети ведут себя друг с другом, в зависимости от этого вы можете увидеть, как вы выстраиваете отношения. То есть, да, я понимаю, что, может быть, это будет не очень приятно, но факт тот, что для вот усмотрения проблем, для того, чтобы вы увидели свои проблемы в чем проблемы, посмотрите просто на своих детей. И вы увидите, в чем вообще суть проблемы заключается. Вот. Дальше идем. Перед свадьбой. Перед свадьбой летали на крыльях любви. Ну, это страсть. Это влюбленность. Понятно. Тут надо было бы, на самом деле, ну, опять же, я об этом говорю, да, куда спешили. Первый год брака тоже души не чаяли друг другу. Второй год тоже, третий год прошел в понимании и терпении. Знаете, вот, терпение, да, терпение, ну, вот, вопрос, вопрос, вы, вы как считаете, люди должны терпеть друг друга в браке или нет все-таки? Вот вы сами как считаете, или вы считаете, что терпеть, значит, ну, терпеть супруга в браке, это нормально? Ну, может быть, для вас это нормально, а для супруги нет, понимаете? Ну, вообще-то, терпение предполагает прикладывание определенных усилий, да, прикладывание определенных усилий для того, чтобы, ну, сохранять некий баланс между, ну, между людьми. И вопрос заключается в том, да, опять же, хочет ли жена ваша, да, терпеть? Вот в чем только вся, понимаете? Дальше идем. То есть, вот, тут вот, безрозовых очков это нормально, да, в втором год безрозовых очков это нормально, а вот, понимание и терпение это уже нет, потому что, понимание это хорошо, но это рационализуется. А терпение, что терпеть? Терпеть то, что неприятно, ради чего терпеть то, что неприятно, понимаете? То есть, я терплю. А зачем я терплю? И что, я буду так всю жизнь терпеть? Вот мне 25 лет, да? Думаешь, жена, например. Дальше. Значит, четвертый год оказался очень напряженным, примерно через полгода после рождения второго ребенка. Эм, ну тут вот, конечно, не очень понятно написали. Эм, четвертый год оказался очень напряженным, примерно через полгода после рождения второго ребенка. Эм, что есть? Вот смотрите, что вы пишете, да, сейчас покажу. Эм, вы, эм, мы, мы вымытылись, пишете вы, и стали часто упрекать друг друга. Вот, эм, от чего вы вымытылись? Понимаете? Понимаете? Эм, вот, от чего вы вымытылись? Вот что такого, эм, стало происходить в вашей жизни, да? Эм, ну, что вы начали выматываться. Эм, важный ли этот момент? Да. Очень важный. Очень, очень важный момент. Эм, нужно ли, эм, нужно ли на него обратить внимание? Да? Конечно. То есть, вы, зная, да, что на вашу жену насыдает мама, вы, зная, что жене некомфортно, да, заводите второго ребенка. Вот, вот, вот и вопрос с вами. Да, с какой целью? Так, эм, мы вымытылись, стали часто упрекать друг друга. Ага, значит, от чего вымытылись именно вы, Виталий? Спруга перестала замечать мелкие подарки и вкусности и стала принимать это как должное, со словами ты не уделяешь мне внимания. Ну, эм, хорошо. То, что она, эм, значит, эм, стала на вас наезжать, это отдельный момент, момент. Это, эм, это, в общем, ну, понятно. Это, конечно, неприятно, но, понятно. Вот. А, эм, по поводу подарков, да, и по поводу того, что она перестала замечать. Ну, вот, здесь вопрос к вам. То есть, а вам нужно, чтобы замечали ваши подарки? Вы подарки-то вообще для чего делаете? Чтобы жене было хорошо или чтобы вам было хорошо? Ну, перестала она замечать, ну, и ладно, значит, эм, ну, логично, что эм, нужно сделать эм, что-то такое, чтобы заметила. Например, если вы хотите, чтобы заметила. Ну, ну, просто вот, эм, так вот, в теории. Если не можете сделать эм, что-то, чтобы она заметила, да, то, соответственно, как бы, ну, в таком случае, эм, просто, эм, делайте для нее это, радуйте ее, и все. Вот. Если вы это делаете для нее, а не для себя, понимаете? Вот. У жены, у нее, эм, проблемы, на самом деле, эм, довольно серьезные. Ребенок в туфли, ребенок второй, эм, она вымыталась, да, то есть, непонятно, из-за чего она вымыталась. Мама у нее есть. Скорее всего, ощущение постоянного напряжения из-за мамы, вот. То есть, понимаете, вот, ну, здесь, опять же, вот, момент такой, что вы, как будто вы думаете много о себе, не думаете совершенно о, о, о ней, да, то есть, что, эм, как будто, ну, что с женой происходит, да, эм, что с ней творится, эм, что ее беспокоит, да, что ее волнует, ну, это, эм, как будто, эм, вообще, не хочу сказать, что вам плевать, да, не хочу сказать, что вам именно плевать, а, но, эм, как будто, вот, знаете, ну, на заднем плане это состоит. Вот. Эм, понимаете, ну, вот такое впечатление, по крайней мере, это производит, да, вот. Ну, перестала жена замечать подарки, ну, и, ладно, ну, перестала замечать подарки, и, 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 что, знаете, вы это делали зачем? Вы хотели, чтобы она вас благодарила, вы хотели, чтобы она, э, вам, э, ну, сказала, какой вы молодец, э, допустим, в этом нет ничего плохого, но, в таком случае, вам, э, нужно было, э, вот, э, сказать так, как есть, по сути дела. То есть, как есть, так и говорите, что я хочу, там, там, от тебя получить, да, внимание, какого-то, вот. Например, ну, вы же об этом не говорите, что я, без этого вы продолжаете делать подарки. Если, например, вы чувствуете, что, э, подарки не делают, ну, не дают того эффекта, да, то есть, ну, вы не получаете того, чего хотите, то, наверное, и делать подарки не стоит. То есть, зачем, зачем вы делаете их, если вам это, это тяжело воспринимать, ну, если вам, если вы чувствуете, что не так всё, как, как вы хотите, понимаете? Ого. То есть, здесь, э, вот, опять же, вопрос стоит такой, э, для чего и ради чего вы делаете подарки. Далее, э, значит, мы, э, так, значит, и словами ты не уделяешься мне внимания. Ну, опять же, опять же, если мы говорим про внимание, да, то внимание, оно хорошо, когда его чередуешь. То есть, чередование, внимание, чередование того, что вы делаете, да, какие-то разные моменты, именно разность привлекает внимание, а не одно и то же, понимаете? Вот. И я уверен, что у жены есть основания говорить вам о том, что вы не уделяете ей внимания. Потому что, по её мнению, вы не уделяете ей внимания. Вот. Дальше. Посмотрите. Все мои доказательства, что, внимание, есть просто это не кафе и романтические ужины, а йогурт и винцо, сумочка и косметика были отвержены и переходили в ссоры со взаимными упрёками. Посмотрите, а какие доказательства вы приводили к тому, что это не так? Слова? Виталий, вот вы серьёзно использовали слова для того, чтобы женщине показать, что она не права? Здесь. Все мои доказательства, что, внимание, есть просто это не кафе и романтические ужины, а йогурт и винцо, сумочка и косметика были отвержены, а ей нужны были йогурт и винцо, сумочка и косметика. Ей это было нужно, что вы ей это давали. Далее. Ссоры со взаимными упрёками, то есть вы её тоже в чём-то упрекали. Но опять же, извините, но возникает вопрос. Вы-то в чём упрекаете свою жену? Вот конкретно вы в чём упрекаете свою жену? Именно вы, вот всё-то, что вам не нравится в детстве... в детстве их жены? Понимаете ли вы, что в сорах, в такого рода в сорах, взаимные упреки, они ведут, ну, по сути, вообще ни к чему не ведут, по сути. Вот я не знаю, понимаете вы это или нет, но тем не менее, это так. Ни к чему не ведут. И вам нужно самому себе, да, нужно самому себе ответить на этот вопрос. Я свою жену упрекал в чем, я свою жену упрекал за что, мне что нужно было от своей жены, я почему этого, грубо говоря, не получал. От своей жены, опять-таки, понимаете. Вот так вопрос ставится. Или еще по-другому можно, значит, задать вопрос, я почему считаю, что жена мне должна, например. Такой момент тоже нормально, ну вполне нормально для того, чтобы постараться понять, что происходит между вами. Понимаете? То есть я хочу сказать, хочу сказать, да, что ваша позиция вообще, она, ну, не совсем не зна здесь. Я понимаю, какая история. Дальше. Значит так. И вот вчера она сказала мне, что уже полгода как не чувствует ничего и живет со мной, и чувствуется благодарность, что я работаю, не пью и помогаю в домашних делах. Ну, понимаете, как бы, вот, а как вы сами, вот, считаете, да, жена ваша, она могла ли думать и чувствовать как-то иначе, по-другому? Вот в этой ситуации конкретной, ну, сложившейся на данный момент, могла ли она считать как-то по-другому, могла ли она думать как-то по-другому? С учетом того, с учетом того, что вы ее совершенно, по ее мнению, я говорю по ее мнению, да, потому что, ну, как бы, важно именно это, по ее мнению, не слушали, не слышали, не воспринимаете. Понимаете? Плюс еще мама, плюс дети и так далее. То есть вам нужно постараться здесь, как бы, встать в позицию жены. И увидеть, что, возможно, она уже очень давно не чувствует себя женщиной. А, вообще. И поэтому она и говорит так. Сказала, что муж меня не любит и хочет, чтобы я начал себе хорошую девушку, которая меня будет достойна. Ну, то есть она, видимо, находится сейчас в таком конфликте, да? Конфликт такой, что, с одной стороны, она понимает, что, увы, плохого-то ничего не делается, да? Вот. Ну, а с другой стороны, она, как бы, чувствует, что ситуация явно ее не устраивает. Скорее всего, она себя за это винит, за то, что ее ситуация не устраивает, вот. И из-за этого она хочет вас отпустить. Вот. Считает себя эгоисткой. Хотя, на самом деле, эгоизма здесь, ну, может быть, каждое чем присутствует, но его не так много. Понимаете? То есть именно потому что, именно потому что, женщина обесценивает, по факту, она обесценивает то, что с ней происходит, да? Ну, грубо говоря, свои желания обесценивает. Вот. Именно поэтому, именно поэтому, ага, она и хочет с вами расстаться. То есть она видит, понимает и чувствует, что вы не можете дать ей того, чего она хочет. Вот. Ну, никак не можете. Никак, вы ей дать не можете, но она не до конца признаёт своё желание и не просит вас об этом. Кстати, вот причина, по которой она не просит вас, кроется в её маме. То есть её мама – это основная причина, по которой она не просит вас о том, что ей нужно. Вот. Мама на неё наезжает, мама её подавляет, значит, она привыкла подавлять себя. Вот. Откуда её желание? Откуда её желание чего? Желание какое у неё? На самом деле, да, желание довольно простое. Почувствовать себя женщиной. Это вот то, чего она хочет. Ну, вот. По моему мнению, в этой ситуации. С вами она не может себя почувствовать женщиной. Дальше. Значит, я очень её люблю и не хочу уходить. Ну, понимаете, если вы её любите, вам нужно принять её выбор. Я предлагал найти выход, какой разобраться в проблемах. Каких? В каких проблемах именно? Хочет ли она разбираться? Чтобы она сказала, что я делаю не так. Знаете, начнём с того, что женщине вообще бывает сложно сказать, что именно мужчина делает не так. Это первое. Женщине вообще бывает сложно это сказать. Во-вторых, если она это скажет, ну, сама, то очень может быть, что ей уже не нужно будет от вас. Ну, ничего. Никакие моменты. Понимаете? Вот. То есть, только себя в этом. То есть, мало того, что она женщина и просто не очень умеет просить силы того, что женщина. Вот. Так ещё у неё мама есть. Которая тоже, как бы, ставит блок на это. Вот. А вы говорите, скажи мне, что я делаю не так. Но вы же её любите. Любите. И вы, наверное, знаете, что может её радовать, что может, наоборот, её расстраивать. Так и зачем же тогда вы настаиваете на том, чтобы она обязательно сказала вам, что вы делаете не так? Я уверен, я более чем уверен, что вы сами это знаете прекрасно, что именно вы делаете не так. И... Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Да, вот. Постарайтесь ответить на вопрос. Ага. Как вы понимаете любовь? То есть... Ну, что для вас любовь? Потому что, вот, у меня, например, есть сомнения в том, что вы свою жену любите именно, вот, ну, с чистой любовью, без примесей. Так, значит, ну, она сказала, что совсем не хочет продолжения отношений, ну, правильно, такие отношения, и сейчас её не устраивают. Разве, что только я сам по себе, она сама по себе. То есть не хочет быть ответственна перед вами и за вас. Любовники и любовницы приветствуют. Ну, приветствуются. Ну, то есть она хочет свободы. Опять же, хочет подчеркивать себя женщиной. Сказала, что эгоистка, если снова влюбится, то выйдет замуж для другого. Ну, то есть здесь она обесценивает свои желания. Подскажите, куда пропали все чувства? Ну, в принципе, подсказала. Как сделать так, чтобы мы были вместе? Вот. Вам менять своё поведение, менять своё, своё отношение к себе, к жизни, к ней, к ответственности за семью, становиться более мужественным, я полагаю, потому что работа, к сожалению, это не только, это не только, это не единственное, чем определяется мужественность. Вот. Я предложил просто проводить больше времени, на что получится отказ? Ну, сейчас она не будет. Потому что, зачем, куда это ведёт, да? Никакой перспективы нет. Даже если встречи будут не романтические, а просто дружеские. Это говорит о том, что человек находится в довольно, знаете, такой, серьёзной, на довольно серьёзном отдалении от вас. Вот. То есть она не готова сейчас с вами вообще что-либо делать. Готово. то есть настолько ей, ну, я не знаю, тяжело, противно, не свободно, дискомфортно, вот. То есть я понимаю, что слышать вам это больно, но тем не менее. сейчас, действительно, нужно её не трогать, действительно, нужно дать ей немного времени, чтобы она как-то вот была одна, успокоилась, почувствовала свободу, ту самую, которую она так хочет. вот. И вот, что будет потом, если вы будете заострять внимание на любовниках и любовницах, то она может от вас уйти совсем. Если вы позволите ей быть свободной сейчас, ради неё, если вы любите её, позволите быть свободной, и дадите ей эту свободу, и плюс сами будете менять что-то в своей жизни, вот. Ну, я полагаю, что в общем и целом ситуация может измениться в лучшую сторону, вот, и вы сами увидите, как она может быть по-другому на вас смотреть. Знаете, если любовь ушла совсем, если любовь ушла, её, ну, к сожалению, не вернуть. То есть, любовь, если она уходит, её не вернуть. Вот. здесь можно только без гарантии возврата чувств, что чувству не вернуться в том виде, в каком они были, это точно. Вот. Что они могут вернуться, но другими, это вероятность гораздо больше. Вот. значит, вы можете только вот без гарантии стараться менять что-то для себя, менять что-то для, ну, для своего, так скажем, поведения, да, для своих каких-то целей, если вы сами считаете, что вы делали, делали что-то неправильное, вот, если вы сами считали, и считаете, что, ну, нужно как-то по-другому, да, себя вести. Вот. Вот я полагаю, что так, можно вам на ваши, вот этот вот вопрос ответить. Именно вопрос. если отвечать, опять же, прямо, да? Дальше. Идём. Значит, следующее. Сказал, чтобы я от неё, сказал, чтобы я от неё отстал. Отстаньте от неё сейчас. Такой чёрствости и холода от неё никогда не чувствовал, ну, потому что её досталось, сейчас, 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 даже, терпение переполнилось. Она всё это говорит так спокойно, как будто это происходит каждый день. Что происходит каждый день, не очень понятно, но говорит она спокойно, потому что приняла, приняла решение. подскажите, умоляюсь, что делать, как вернуть любовь, и как сделать, чтобы, чтобы такое больше не повторилось. Ага, значит, во-первых, что именно не повторилось? не очень понятно. Повторение, чего именно вы не хотите? Не хотите таких слов? Ага, значит, ну, с её стороны. Повторение, чего именно вы не хотите? Я не очень понял. Понимаете? То есть, если вы не хотите, чтобы ситуация повторилась, да? Ага, ну, в чём я вас, в принципе, понимаю, то нужно, чтобы вы своё поведение изменили. Без поведения ситуация, она будет повторяться. Ведь у женщины, у женщины есть свои потребности, есть свои желания. Понимаете? Какая история. Если вы хотите, чтобы это больше не произошло, то, ещё раз повторяю, измените своё поведение. Своё отношение измените. К тому, что происходит, к её маме, да? Чтобы она себя чувствовала более расшищённой с вами. А, дальше, дальше идём. А, значит, так. Любовь. А, значит, как вернуть любовь? Любовь вам вернуть никто не поможет. Потому что любовь, это, знаете, такое чувство, которое может вернуться, а может и нет. Поэтому, если вы хотите вернуть любовь, то первый вопрос, для чего? Если вы любите свою жену, то вы будете стремиться к её счастью. Вы будете стремиться к своему счастью. Ну. И не важно, не важно, значит, с вами она будет или без вас. Понимаете? Вот. Вот так. Ну и опять же, что такое любовь, да? Вот. Понятие любви, мне кажется, здесь важно раскрыть. Я думаю так, можно вам ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Кихо! Продолжение следует...